16 января в здании главпочтамта непривычно тихо. Отделение связи не работает. В скором времени здесь начнется реставрация. Для многих горожан эта новость стала неприятным сюрпризом. Но переживать не стоит. Все услуги почтовой связи будут оказаны в полном объеме в других отделениях. Специалисты уже переведены на новые рабочие места. Оборудование вывезено. Рабочие места были созданы в полном объеме, которые отсюда переехали. То есть три окна были созданы в ВПС-41, четыре окна в отделении связи номер 12 и два окна в отделении связи номер 22. Приемы выдачи денежных переводов, заказной корреспонденции, выплаты пенсии и пособий, доставка периодической печати закреплены за отделением связи номер 12 на улице Бубнова, дом 47. Окна для обслуживания юридических лиц созданы в почтовом отделении номер 22 на улице Вележская, 57. Выдачу международной почты посылок, бандеролей, мелких пакетов будем предоставлять в отделении связи номер 41 по адресу площадь вокзальной, дом 5. Реставрация главпочтамта продлится до конца текущего года, а полностью обновленное здание примет своих посетителей уже в начале 2016-го. Исторический облик почтамта будет полностью сохранен, а вот оборудование и мебель будут, конечно, другие. При входе появится электроподъемник для маломобильных групп населения. Предусмотрено для оказания услуг мебель в корпоративном стиле, а именно по бизнес-классу. То есть будут установлены и в зале ожидания стулья, диваны. Планируется также электронная очередь для этого. Будут, значит, предусмотрены для физических лиц вот в этом зале, где мы сейчас находимся, 13 операционных окон, только для физических лиц. Для юридических лиц будет другое, совершенно другой зал со стороны Степанова будет вход. Средства на ремонт уже выделены. Реставрация памятника обойдется в 50 миллионов рублей. Восстановлению подлежит не только внутреннее убранство здания, но и его фасад. Планируется отреставрировать блюстраду и шпили на башне, лестницу при входе. Цвет здания изменится, оно станет бежевым. По итогам реставрации фасад подсветят.